Теперь мы на спорте! Руководитель одного кировского проекта. А вот что это за проект, мы сейчас и узнаем. Я приветствую в студии Кирилла Ложкина. Здравствуйте. Кирилл, расскажите, какой проект вы возглавляете? Проект называется «Хоккейный городок». Наверняка многие уже о нем знают, слышали. Много уже людей у нас побывало, поэтому ни для кого уже ни секрет, ни новость. Что такое «Хоккейный городок», чем занимаетесь и чем можете помочь юным спортсменам, самым маленьким? «Хоккейный городок» – это хоккейная площадка мини-формата размером 22х8, закрытого типа, с искусственным, точнее, с настоящим льдом и морозильной установкой. То есть лед у нас круглый год. То есть получается, даже сейчас, в конце мая, начале июня, к вам могут прийти ребята и позаниматься хоккеем? Да, совершенно верно. Мы работаем без остановок, в том числе и летом, конечно. Чем можете помочь хоккеистам в летнее время, в период межсезонья? Предоставлением льда для тренировочных занятий в группах, индивидуально, пожалуйста, для совершенствования своего мастерства, навыков и так далее. А сколько сейчас у вас работают специалистов, тренеров и какие навыки оттачиваете? Что самое главное в вашей работе? Мы больше, так скажем, призываем и приглашаем к себе на лед именно действующих тренеров наших школ кировских, это Дымка и Союз, для того, чтобы тренера приходили со своими подопечными совершенствовать, как уже сказал, свои навыки, улучшать свое мастерство. В основном приходят с маленькими детьми, потому что начальная подготовка – это, я считаю, самая главная подготовка вообще в взрослении хоккеиста. Маленькие дети – это какого возраста? Самый маленький возраст к нам приходили 4 года. То есть в это время… 4-5 лет, да. Почему люди приводят своих детей, но это больше является коммерческой основой, потому что в детские школы, которые у нас есть, насколько я знаю, набор идет 7 лет. То есть раньше, пожалуйста, можно приходить, но там, повторюсь, на коммерческой основе. А как вообще родилась идея открытия этот хоккейный городок? Что вас сподвигло? Ну, кто меня знает, понимают и знают, что я в прошлом занимался профессионально спортом, тоже играл в хоккей, и ни для кого не секрет, что в нашей области дефицит льда. Его не хватает, и родилась идея построить небольшую коробку, повторюсь уже, именно направленную больше для именно детей начальной подготовки, потому что дети в нашем городе, в нашей области на начальной стадии занимаются недостаточно много. То есть, получается, вы, можно сказать, на своей шкуре прочувствовали, что, в принципе, льда вот сейчас в Кирове не хватает, и, соответственно, дополнительная хоккейная площадка лишней не будет. Ну, по крайней мере, у меня были такие мысли, я и сейчас от них не отказываюсь, не отхожу. Я считаю, что, да, для того, чтобы добиться больших успехов в спорте, именно на начальной стадии нужно заниматься как можно больше над катанием. Расскажите, а вообще, сколько времени прошло от зарождения идей до ее реализации? Это месяцы, годы, может быть, в неделю уложились? От, так скажем, вообще идей, которая родилась, до открытия у нас прошло чуть больше полутора лет. Ну, это, в принципе, не так долго, потому что некоторые бизнес-проекты хоккейные, спортивные, они дольше реализуются. Да, согласен. У нас просто есть, скажем, небольшое отличие. Мы строили свой проект не на отдельной стоящей территории, да, не отдельно стоящее здание, у нас здание, помещение арендованное. То есть, там нужно было только все, так скажем, подвести к тем моментам, которые нужны. То есть, это коммуникации, водоотведение и так далее? Да, совершенно верно. Ну, я вообще, наверное, секрета не открою, что такие проекты не должны обходиться без бизнес-плана, потому что велик риск, если ничего не просчитать, велик риск улететь в большой минус. Соглашусь с вами, да, просчеты были сделаны. Сейчас мы, так скажем, находимся в активной стадии развития, то есть, положительная динамика есть. Есть, конечно же, трудности, без которых, я думаю, что не обходится ни один бизнес, но это все, так скажем, все проходится, все решается, поэтому движемся дальше. Можете ли сказать, какую сумму уже потратили на свой бизнес-проект, и есть ли вообще шанс, что в скором времени выйдете на самоокупаемость? Ну, сумму я бы не хотел озвучивать, то есть, это все равно является небольшой коммерческой тайной. Да, то есть, по планам мы двигаемся, конечно, немного с отставанием, есть объективные на это причины, но положительная динамика, как я сказал, уже есть. То есть, в ближайшее время, я думаю, что мы достигнем того, что ждем. Ну, сейчас, в принципе, идет межсезонье у хоккеистов, есть ли какой-то, может быть, всплеск активности у ребят, или наоборот, небольшое проседание, скажем так, по занимающимся? Ну, если говорить конкретно про месяц май, тут было небольшое затишье, это связано, естественно, с майскими праздниками, люди отдыхают, родители хотят отдыхать, естественно, дети отдыхают вместе со своими родителями. Вот, я надеюсь, что с июня месяца будет активизация, потому что спорт, он, так скажем, не имеет отдыха, и чтобы достичь действительно каких-то результатов, вершин, нужно тренироваться беспрерывно. Ну, я ведь правильно понимаю, что ваш проект, он готов принять у себя не только юных хоккеистов, но и представители других видов спорта, например, фигурное катание, то есть все, кто хотят, могут прийти к он. Да, это так, мы, естественно, открыты абсолютно для всех, и для фигуристов в том числе. К нам ходят фигуристы, занимаются тренера с детьми, но, как уже сказал, коробка мини-формата, поэтому она больше именно направлена на детей. То есть взрослым там, конечно, будет тесновато, но для оттачивания каких-то индивидуальных своих качеств, каких-то отдельных элементов упражнений вполне, вполне даже подходит. Получается, ваш проект такие небольшие, если можно назвать, ясли для хоккеистов, которые в будущем, через несколько лет, будут заниматься на льду Дымки, Союза, более крупных ледовых центров? Да, совершенно верно. Хочется в это верить, что все-таки в нашем проекте увидят именно пользу для того, чтобы действительно дети на ранней стадии катались больше. Никто не говорит о каких-то сверхфизических нагрузках, да. Катание, оно никогда никому не помешает. То есть чем больше ледовой подготовки в самом юном возрасте, тем лучше для дальнейшего развития ребят. Вы абсолютно правы. Есть ли вообще конкуренция между вами и более крупными ледовыми центрами Дымкой, Союзом? Как сосуществуете? Общаетесь? Нет, я, как и говорил на первой с вами встрече, да, я не считаю наш проект конкурентом для Дымки и Союза, а наоборот стараюсь найти именно взаимовыгодные какие-то решения и, так скажем, помочь нашим детям усовершенствоваться. Есть ли уже обратный отклик от родителей, которые приводят своих детей в ваш хоккейный городок, что они говорят? Да, конечно, есть. И это подтверждает именно вот та динамика положительная, которая есть у нас именно в плане развития, да, потому что придя раз к нам люди ходят на постоянной основе. Если к вам пришли там без коньков, без клюшки, чем-то можете помочь или нужно приходить обязательно со своим инвентарем? У нас есть коньки в прокат, клюшек нету, но что касается детей, мы обязуем родителей иметь минимальный набор экипировки при себе. Это коньки и обязательно шлем на голову, это в целях техники безопасности. Ну, хоккей, прямо скажем, не самый бюджетный вид спорта и сейчас экипировка стоит достаточно дорого. Ну, я думаю, что родители, принимая решение, когда отдают своего ребенка в такой вид спорта, они все проанализировали и знают, на что они идут и куда они идут. Давайте еще раз подчеркнем и заострим свое внимание, на что именно делает упор ваш хоккейный городок, то есть чем он выделяется, чем он отличается. Ну, я не могу назвать каких-то прям явных преимуществ, да, это всего лишь просто дополнительный лед в городе, предоставление льда, возможность покататься дополнительно, потому что у нас, так скажем, ну, лед, он, повторюсь, он, можно сказать, круглосуточно-круглогодично, то есть, в принципе, любой желающий может позвонить заранее, уточнить свободные часы, время, дни, его интересующие, и записаться, забронировать. Знаете, я сейчас себя поймал на мысли, что вы открылись, получается, в этом году, в начале 2021 года. У нас открытие было 20 декабря 2020 года, ну, да, так скажем, активная деятельность началась именно с 2021. То есть, получается, вы открыли свой проект, да, естественно, подготовив там все необходимые расчеты, но открыли в пандемийный год, когда многие бизнесы закрываются, а вы, наоборот, идете в рискованное такое предприятие. Не было страха, что можете где-то проговорить, что-то неправильно просчитать и так далее? Ну, риски, они есть всегда, но я бы здесь не хотел заострять внимание именно на бизнесе, да, именно на коммерции. Повторюсь, спорт, он, так скажем, не должен и не имеет границы и ограничений. То есть, люди, которые занимаются спортом, они всегда находят и будут находить возможности держать себя в тонусе, искать возможность себя развивать и совершенствоваться. То есть, получается, для вас, конкретно для вашего проекта, вот этот пандемийный год, это не возможность, не опасность, вернее, закрыться, а, наоборот, возможность развиваться и открывать какие-то для себя новые горизонты? Да, я тут хотел бы, так скажем, небольшое уточнение сделать, да, так как у нас коробка мини-формата, у нас в априори не может быть большого скопления людей, поэтому в этом и есть плюс, чтобы заниматься в каких-то микрогруппах, это вполне достаточно и вполне реально. Вы уже сказали, что в Кирове, к сожалению, на данный момент ощущается нехватка льда. Вот открытие вашего хоккейного городка хоть немножко сгладило вот эту проблему? Как считаете? Ну, если говорить лично от себя, мое, так скажем, да, личное мнение, я хочу верить, что да. Потому что те тренера, которые к нам сегодня приходят, они, так скажем, занимаются сейчас на постоянной основе, пусть не так часто, как, допустим, нам бы хотелось, да, но, по крайней мере, они приходят снова и снова, то есть они видят положительные стороны, видят положительные стороны и динамику в своих детях родителей, поэтому мы считаем, что мы на правильном пути. То есть получается, это возможность не только для юных хоккеистов отточить свое мастерство и получить дополнительную ледовую подготовку, но и для тренеров, соответственно, провести дополнительные занятия и что-то, может быть, еще ребятам рассказать и показать? Конечно, каждый тренер, я считаю, что каждый тренер, у него есть какие-то свои цели, свои амбиции, и чем больше он будет заниматься своими подопечными, тем больше шансов, что из его подопечных вырастут, возможно, какие-то звезды, хорошие хоккеисты, будущие великие фигуристы и так далее. То есть это тоже их стимул. Если не секрет, каким видите свой проект через несколько лет? Год, три, пять? Куда будете дальше двигаться? Вы вообще об этом задумывались? Да, мы просто хотим работать, хотим приносить пользу детям. Свой проект видим, так скажем, полезным, прежде всего полезным для нашего города, для нашей области. То есть что будет через три-пять лет, ну, загадывать, тут все же то же самое, что пальцем в небо тыкать. Ну, я думаю, что мы через какое-то определенное время с вами вновь встретимся, подведем какие-то промежуточные итоги, то есть что получилось, а что еще нужно выполнить, и, соответственно, уже вспомним сегодняшний разговор и, может быть, посмеемся, а, может быть, еще сделаем планы на будущее. Обязательно, конечно. А почему именно дети? Почему именно детский спорт? У меня все-таки есть свое мнение, что уже, как и говорил ранее, у нас есть острый дефицит льда именно на начальной стадии подготовки детей. Все, что идет постарше, там, средние группы, да, они, возможно, и катаются, уже те количество часов, которые необходимы, но разрыв, так скажем, да, с другими городами именно в уровне подготовки детей у нас происходит на начальной стадии. То есть получается все то, что не заложили на самой начальной стадии, оно отразится через пять, семь, десять лет уже на детско-юношеских соревнованиях? Да, совершенно верно, потому что все равно приоритетом и основополагающим в хоккее является именно катание и техника катания. А по поводу техники, оттачиваете ли вы в своем хоккейном городке технику владения клюшкой, технику владения шайбой, вот делаете ли упор на это? Да, конечно, у нас не только ведь упражнения на катание, тренера, которые приходят, естественно, дети, хоккей, это же игра с шайбой, поэтому, естественно, также упражнения делаются и с клюшкой, и с шайбой. И дети, они же все равно, это, так скажем, им хочется играть. То есть понятно, что упражнения, они не только там для чего-то конкретного, просто в конце поиграть, чтобы у детей был интерес, был стимул дальше приходить и заниматься хоккеем. Наверное, один из последних вопросов, сколько сейчас ребят занимаются у вас в хоккейном городке? Ну, мы подсчеты не ведем, но могу сказать одно, что ходят из Дымки, ходят из Союза, надеемся, что в ближайшее время придут ребята из Родины, то есть также приведут своих начинающих детей, кто приходит в хоккей только, и кто ходит уже там год, два, три. Получается, вы открыты для всех. Абсолютно верно. Мы подводим, мы заканчиваем нашу программу, и я хочу пожелать вашему проекту развития и процветания ребятам, которые занимаются и будут заниматься в вашем хоккейном городке дальнейшего спортивного прогресса. Напомню, что с вами была программа на спорте, сегодня у нас в гостях был руководитель хоккейного городка Кирилл Ложкин. Большое спасибо, всего доброго. Спасибо, до свидания.